Сегодня я хочу поговорить о фильме «Треугольник печали». Это один из самых титулованных фильмов 2022 года. Обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, обладатель звания «Лучший европейский фильм по версии Европейской киноакадемии». И при этом мне кажется, что это едва ли не самая переоцененная картина не только 2022 года, но и последнего времени, потому что она мне совершенным образом не понравилась. Я готов был бы ею очароваться, даже вопреки всем временем или, наоборот, благодаря им. Но вот в данном случае мне хочется спорить. Мне кажется, что тут вот какое-то, ну, быть может, произошло головокружение от успехов этого режиссера Роберта Эстлунда и Остлунда, так как я его помню, как его назвали в первые годы вот его творческих успехов. И мне кажется, тут, ну, совершенно... Ну, да, может быть, какие-то моменты здесь есть, которые следует, ну, отметить. Но в целом, в целом, мне кажется, это... Я бы лично сказал, что это неудачная картина, что это, ну, может быть, неплохая, но, в общем, это картина очень посредственная, картина очень такая, как бы, явно амбициозная, но при этом... Ну, при этом, ну, недостойная, как минимум, вот этих наград. Я часто повторяю в том, что, конечно, любые призы, это вопрос контекста. И тут можно, конечно, отдельно присматриваться вообще, а что, какие еще фильмы были в Каннском конкурсе 2022 года, почему именно «Треугольник печали» был выбран членами жюри в качестве победителя. Но, ну, в любом случае, даже вот если рассматривать фильм сам по себе, мне кажется, эта награда, ну, в общем, не нашла героя. Тем более, конечно, удивительно, ведь «Треугольник печали» — это не просто победитель Каннского фестиваля, не просто обладатель салатой пальмовой ветви. А вот режиссер Роберта Эстлунд, он получил вот эту главу, одну из главных наград мира кино, а некоторые считают, что и главная. Но, во всяком случае, да, для них некоторые главные, «Золотая пальма» и «Обед» для некоторых более главен. Более важное значение имеет «Оскар». И на «Оскар» эта картина тоже была номинирована, но уже, как бы, скажем так, по разряду авторского кино вряд ли там всерьез она на что-то претендовала. Ну, кто-то, во всяком, вряд ли кто-то рассчитывал, что она на это претендует. Но это ведь его вторая победа. Вторая победа на важнейшем мировом кинофестивале. До этого он, как раз с предыдущей своей картины, за пять лет до этого, он победил с фильмом «Квадрат». И вот как раз фильм «Квадрат» я принял довольно-таки хорошо. Это интересная, достойная картина. Ну, тем не менее, время показало, что, ну, ее достоинства тоже в какой-то мере блекнут, потому что она, ну, да, она вполне хорошо смотрелась вот в момент премьеры, а вот прошло время. Я не могу сказать, что я, как бы, ее хорошо помню и что у меня прямо осталось после нее какое-то, ну, совершенно замечательное послевкусие. Уже, как бы, такого нет. А от некоторых картин, ну, как мы по себе знаем, бывает так, что посмотришь и, вот, помнишь их долгие годы. А «Квадрат», ну, к сожалению, так, все-таки в какой-то мере подзабылся. Но вот когда Рубен Эстлунд победил с «Квадратом», то это, как бы, воспринималось, ну, действительно, как нечто, ну, такой положительный, положительный фактор. Ну, вот еще довольно-таки молодой режиссер, вот уже себя показавший, проявивший, ну, вот, и вот Каннский фестиваль отмечает не какого-то так уже, в общем, метро, да, престарелого, а вот, как бы, показывает, что он готов искать новые пути в мире искусства, ну, и вот, связанные, в частности, с этим Рубеном. А вот в случае с «Треугольником печали», вот, как вдруг жюри, зная, да, что он уже, как бы, уже призер, и имея возможность, может быть, как бы, наградить кого-то еще, все равно, все равно почему-то выбрал вот «Треугольник печали». Кстати, вот, по, видите, ходил, ну, действительно, вот, ты думаешь, вот, человек победил на Каннском фестивале, потом пять лет готовил свою следующую картину, понимая, понимая, вот, все вызовы, которые перед ним стоят, что он должен, как бы, ну, как минимум не облажаться, да, то есть он должен показать, что он, да, теперь вот он достоин, вот, достоин, он вошел в высшую лигу мирового кино, что его, к новому его фильму будет привлечено внимание, и вроде бы, да, что мы так видели этого режиссера, он же и автор сценария, он корпит над этими своими идеями, что действительно вот так, еще не посмотрев фильмы, думаешь, ну, да, ну, наверное, уже за пять лет он там придумал что-то такое, а потом, и ты видишь вот это вот такое, что он там придумал, и думаешь, ну, ну, блин, а ну, с ростом на победителя не судят, вот, как судить, как ты можешь что-то теперь сказать против этого фильма, когда он вот на тебя напирает такими, как бы, наградами, я, да, уже сказал, что он на Европейское, ладно, Каннский кинофестиваль, но Европейская киноакадемия же тоже подтвердила, как бы, все это, хотя у них тоже был выбор, но тоже, тем не менее, голоса были отданы и за него, и за фильм, и за режиссур, и за сценарий, актер получил, Златка Бурич, сыгравший в этой картине русского олигарха, русский король дерьма, как он сам себя, как бы, называет, а, ну, как бы, вроде бы, приятно, да, что вот русский след до сих пор остается, как бы, и влияет, или влияет, как бы, на мировой кинематограф, но, с другой стороны, с другой стороны, вот так думаешь, ну, как бы, действительно ли вот эта роль, и по этот фильм, и вот этот сценарий, это режиссур, действительно ли они достойны вот такого высокого признания, поощрения, я, честно говоря, сомневаюсь, вот, конечно, тут главный вопрос возникает, это, а кого бы ты наградил ты? Вот тут я, как бы, пасую сразу, потому что, наверное, действительно, я не все фильмы Каннского конкурса смотрел, не все фильмы, вообще, европейские, там, увидел, и, конечно, да, то есть, если ты голосуешь против треугольника печали, ты скажи тогда, кто твой фаворит? Ну, тут вот, как бы, можно, как бы, впасть в большую, долгую дискуссию, делать этого не буду, но, опять же, постараюсь закончить свою мысль, в том плане, что я треугольник печали оказался очень и очень недоволен, хотя, в принципе, ну, действительно, за творчеством Рубена Остлана, ну, я вот хочу и в данном случае назвать его так, как и называли его раньше, слежу давно, ну, как слежу, это тот режиссер, который проявил себя и был, можно сказать, в какой-то мере открыт Московском кинофестивале, вот, несмотря на то, что на общую периферийность Московского кинофестиваля, вот, он может гордиться, кинофестиваль, тем, что иногда в его конкурс попадали режиссеры, вот, на каких-то, на своем первом этапе своего пути, режиссеры, которые потом, впоследствии, были обласканы, вот, всеми мировыми профессионалами, вот, иногда случается вот такое, такое, что в Московском фестивале есть вот свои, открытые, скажем так, звездочки, может быть, еще не с главными своими фильмами, но, вот, допустим, помимо вот этого Рубена Остланда, это еще и Асгар Фархади, допустим, который, да, первую свою картину показывал в Москве, а дальше уже и победил и в Берлине, получал призы Канны, и два Оскара, и, хотя, вот, кстати, в случае с Остландом, вот его фильм, который был в конкурсе Московского фестиваля в 2004 году, «Гитара Монголоид», мне он тогда совершенно не понравился, и там он получил приз кинокритики, но я, в общем, тогда вот как-то эту картину не принял, ну, с тех пор, конечно, уже не раздумал, что надо бы найти ее, пересмотреть, обновить свое впечатление, но, в любом случае, Остланд, он потом, как бы, заработал репутацию и другими картинами, был у него картина «Форс-мажор», которая получила приз Каннского же особого взгляда, ну, параллельной программы, и вот эта награда его, потом дала ему уже, как бы, право перейти в высший, как бы, «Каннский конкурс», да, и где тоже себя вот таким образом выдающимся показать, но до этого еще была очень интересная у него картина, допустим, «Плей», выходившая в наш прокат, и Остланд приезжал, я почему, повторяю, что он мне памятен именно как Рубен Остланд, потому что тогда его фамилию произносили, ну, как бы, как в оригинале, на шведский манер, это потом он стал Эстландом, когда ее, когда он добился, вот, как бы, мирового признания, ее стали уже читать на международный, на американский манер, да, вот, как бы, в соответствии с, ну, другими правилами. Ну, вот, долгое время он был Остландом и приезжал к нам, как бы, именно с этим фильмом «Плей», и картина очень интересная, и мне показалось весьма достойно, меня тогда смутил очень один момент, и я даже на пресс-конференции после картины спросил у Рубена, вот, тот случай, когда у меня есть такое, как бы, относительно знакомство, что называется, с мировым мэтром, с дважды лауреатом «Золотая пальмовая ветви», что, а я его спросил, а зачем вам была в этом, как бы, картине, в этой хорошей картине, зачем вам был нужен момент, когда один из героев фильма садится и какает. Причем мы просто, ну, буквально видим, ну, правда, мы видим, как бы, издалека, ну, момент, момент, когда вылезает какашка. И, ну, режиссер, как бы, засмеялся, говорит, что он во многих странах уже картину показывал, но только вот в России спросили об этом. А вот, ну, что называется, мой звездный час, да, я, наконец-то, рассказал об этом. И так вот, и дальнейшее творчество режиссера, и, в частности, «Треугольник печали», показывает, что, в общем, эта какашка тогда вылезла из героя, из персонажа совершенно не случайно, что вот Рубен Тостунт или Айстунт, он видит в этом, наверное, свой творческий метод, потому что одна из ключевой сцен, собственно, как раз «Треугольника печали», она состоит в том, что всех рвет буквальным образом, это действие происходит на яхте, званный ужин во время шторма, всем становится плохо, блевотина заливает весь, как бы, этот зал приемов, более того, там какая-то авария в канализации, текут потоки дерьма. В общем, ребята, я предупреждал, что такое будет еще в далеком какого-то там году, там, 2012 или 2013, вот когда у нас выходил этот фильм «Плей», вот с маленькой тогда какашки, выкакавшейся у одного из мальчиков того фильма, все вот и началось, вот все в итоге обернулось вот этими потоками дерьма, которыми в фильме «Треугольник печали» режиссер просто-напросто упивается. Это ключевая сцена, а необычайно, безусловно, неприятная, ну, понятно, что режиссер вот его делает на нее ставку, все эти артисты, которые там, значит, такие замечательные, вот, благообразно до этого играли, все они вынуждены были во всей этой работе не испачкаться, наверное, может быть, это как бы им доставило удовольствие, уж не знаю, но в любом случае это все вот как бы, весь этот мир, как бы, богатства и, как бы, люкса, этих бриллиантов и этого блеска, он вот по замыслу, значит, режиссера, он, как бы, вдруг оказывается, ну, буквальным образом максимально обосран. Ну, вот, вот это его взгляд, как бы, на мир, и, собственно, тут, наверное, пора пару слов сказать, как бы, о фильме, почему он, о сюжете фильма, почему, как бы, наверное, тоже этого Рубена уже Эстланда, значит, так обласкивает, потому что якобы он является критиком вот нынешнего, как бы, мира вот этого капиталистического, что называется, мира, с его богатством, с его представлением о том, что правильно, что нет, в центре сюжета яхта, ну, на которой плывут, отдыхают богатеи, самый разный, вот уже упомянутый, ну, русский олигарх, дерьма, или, допустим, там есть, ну, чита, такая, что милые, милые пенсионеры, вроде бы, совершенно богонравные, а при этом оказывается, что они производители оружия, в частности, гранаты мин, ну, то есть, как бы, торговцы смерти, буквальным образом, и вот они сейчас так отдыхают. Там есть, значит, две модели, одна, где, ну, пара, мальчик с девочкой, ну, наверное, как бы, они могут показаться как бы главными, даже вот, как бы, главными героями, если так вот воспринимать, с них начинается, скажем так, повествование, там, в сцене, в паре сцен, которые могут казаться даже, как бы, вставными, еще до яхты, но тут уже не буду их касаться, да, и вот, они туда попали, как бы, как инфлюенсеры, или как это сейчас называется, с тем, чтобы, ну, как бы, выиграли вот эту путевку, ну, всякие богатеи другого рода, там есть, там есть пародия, можно сказать, на Иона Маска даже относительная такая, ну, некий там тоже какой-то гений, что-то еще, и вот они там все собрались, все так богачи наплывут, потом в какой-то момент, собственно, шторм, яхта попадает, значит, терпит крушение, и несколько вот из этих героев оказываются на острове, на как бы, как они думают, необитаемом, и они вот вынуждены выживать там, и вот просто дальше показано, как вот они на этом острове выживают, и как их социальные роли меняются, когда главой вот этого нового, как бы, такого племени, выживших после кораблекрушения, оказываются не они, богатей, которые ничего не умеют делать, а, по-моему, вьетнамская женщина, которая была вот на этом, на этой яхте, там, уборщицы, по-моему, или, ну, обслуживающим персоналом, скажем так, да, и вот она берет, как бы, контроль, берет над ними верх, просто потому, что она их кормит, вот как вдруг все меняется, ну, по-моему, совершенно такая, как бы, я бы так сказал, банальная, как бы, мысль, банальная идея, ну, вот почему-то, значит, как бы, то, как она была подана, вот, Рубеном Ослудом в этом фильме, вот почему-то это воспринялось на ура, возможно, благодаря тому, что он, как бы, не маскирует вот свои какие-то мысли сюжетом, а он прям, как бы, издевается над ними открыто, там, конечно, тоже одна из ключевых сцен, когда вот этот русский олигарх сталкивается, вот, как раз во время шторма, когда всех блюет, не блюет только двое, вот этот олигарх и капитан корабля, а капитана корабля играет, кстати, Вуди Харльсом, то есть, главная здесь, как бы, звезда, ну, попавшая, судя по всему, под обаяние этого, как бы, шведа, и тем самым тоже, как бы, это, видите, кстати, тоже важно отметить, что это его уже первая англоязычная работа, которая позволила «Треугольнику печали» номинироваться на премию «Оскар» в главной категории, то есть, в главных категориях уже, ну, на равных, как бы, да, как не лучший иноязычный фильм, а как лучший фильм просто года, да, и, соответственно, попасть тоже и в другие, как бы, номинации. Сейчас, конечно, «Оскар» для, совершенно не обязательно, «Оскар», как бы, стал шире, и, как раз, успех фильма на Западном фронте «Без перемен», показывает, в общем, что побеждают там и картины, снятые уже не только на английском языке. Кстати, на самом деле, вот что любопытно, когда по поводу фаворита, да, на европейской церемонии, а вот на Западном фронте «Без перемен», почему-то на Западном фронте «Без перемен» в категории «Лучший фильм» по версии Европейской киноакадемии не номинированно, а побеждает «Треугольник печали». Нет ли тут некоторой странности? Вот, кстати, действительно, вот к вопросу, а был ли у меня фаворит? Ну, допустим, да? Ну, а я возвращаюсь вот к той оборванной мысли, что вот Вуди Харлисон, получается, не в шведском фильме, а как минимум в англоязычном европейской картине он появляется, и вот в момент шторма они с русским олигархом вдруг склеснулись, цитируя разных классиков, а фишка в том, что этот капитан, он коммунист, у него там в каюте звучит интернационал, и просто получается так склеска, скажем так, такое противостояние, что американец он коммунист, американский коммунист, а русский он капиталист, хотя вроде именно Россия ассоциируется именно с коммунизмом, то есть вот как бы они противоположности друг друга, вот такие странные такие явления, русский капиталист против американского коммуниста, и они вот оказались якобы такие очень подкованные, очень умные ребята, которые прям вот сыплют цитатами из классиков своего жанра. Один из классиков коммунизма, другой из классиков капитализма. И вот обмен такой мнений, ну они полностью довольны друг другом, что есть с кем поговорить. И вот, конечно, в этой сцене проявляется вот как бы, ну можно увидеть, что вот издевку автора над вообще всем этим миром цитат. А посмотрите, это лишь цитаты, как бы, отвлеченные от жизни, а жизнь на самом деле, она вот как бы реальная такая. Ну вот опять-таки как бы лишний раз можно как бы просто повторить, что я не оказался этой картиной вдохновлен, не оказался ей убежден. Ну, конечно, да, можно как бы смеяться и приветствовать русский след, который оказался в европейском фильме, и тем более столь титулованный, да, что даже при всей отмене, нынешней якобы отмене русской культуры, мы все равно были и в Каннах, и на Оскаре. Замечательная там фраза, что они не сумасшедшие русские, они очень богатые русские. И там в ответ это одно и то же. Ну, в общем, приятно видеть этих русских, в общем, в мировом кино. Тем более, кстати, вот этот Златко Бурич, он же как бы, он же, можно сказать, сделал карьеру, да, карьеру на ролях русских, он на самом деле хорват, живущий в Дании, если я не ошибаюсь, но при этом вот он играл русского, еще одного русского олигарха вот в знаменитом фильме «Катастрофия-2012», вот знаменитый его Юрий Карпов, потом он появлялся в фильме «Курск», тоже как бы связанном, безусловно, с Россией. Ну, а уже другие роли он играл, допустим, как бы в фильмах Николаса Виндинга Рёвна, я боюсь перепутать, да, сложное для меня оказалось второе имя. Ну, вот во всяком, в фильме он появляется «Дилер» или «Пушер», как его еще называют. В общем, тоже большой, известный, интересный артист, ну, вот я опять же говорю, что у меня возникает вопрос, действительно ли он был по итогам 22-го года достойным, вот главной европейской награды, именно как лучший артист. Кроме того, здесь, кроме упомянутого, допустим, уже Уиди Харльсона, интересный артист Харрис Диккенсен, ну, тоже в одной из ролей, в роли мальчика, этого молодого человека, модели, он уже тоже имеет, допустим, главную роль в фильме «Кингсман. Начало», вот этого сына Рейфа Файнса, и, ну, тоже, в общем, такой, много, то есть, актер уже появился как в авторском фильме «Обласканном тканами», так и в высокобюджетном таком фильме «Развлекательного толка», претендующем на статус блокбастера. Трагически, к сожалению, закончилась судьба главной актрисы этого фильма, «Шарбли-1», красотки, которые, собственно, играет модель инфлюенсера, она, скажем, пластижно скончалась летом 22-го года вскоре, то есть, после успеха этого «Треугольника печали», то есть, успела порадоваться и умерла, то есть, в том, у нее какая-то карьера уже была, но, к сожалению, смерть, все ее дальнейшие творческие планы оборвала, а вот тоже какое-то, как-то так, такое вот продление, можно сказать, идеи этого фильма вдруг неожиданно тоже в реальную жизнь. Да, ну, можно тоже действительно просто огорчиться, потому что девушка как минимум была колоритная, эффектная, и, ну, может быть, действительно успех «Треугольника печали» вывел бы ее на некий новый уровень. Но это уже, как бы, за пределами картины, это уже, как бы, просто дополнительная информация. Не знаю, не знаю, я могу просто лишний раз в заключении повторить, что я этим фильмом оказался глубоко неудовлетворен. Мне кажется, картина необыкновенно переоценена, то есть, сам по себе, может быть, сам по себе Роберт Эсклон тоже необыкновенно переоценен, то есть, все-таки он такой, как бы, явный режиссер с, ну, там, битствой, с желанием при этом всех, как бы, обругать, но при этом всем понравится. Вот известен, он сам себя, допустим, снимал в ожидании номинации на премию «Оскар», когда он рассчитывал, что его форс-мажор, довольно-таки успешно прошедший и, в том числе, замеченный в Америке, что он получит номинацию. И известен ролик, когда, вот, типа, его снимают, вот он ждет этой номинации, а номинации нет, и он весь в отчаянии. Ну, тоже это характерно, характерно для человека, да, то есть, в итоге потом он свое получил, то есть, действительно, вошел в высшую лигу две золотых пальмовых ветви, ну, больше, что еще тут надо, что может быть еще. Но, и вот при этом, как бы, вот, при всем этом его успехе, так и порой-порой и не задумаешься, да, действительно ли он, как бы, режиссер вот того же уровня, что, допустим, братья Дардена или Михаил Ханники, которые тоже обладают двумя этими золотыми пальмами, действительно ли он по праву входит в их ряд, да, не говоря уже о том, о Кополе или о Кустурице. Но это уже, как бы, давайте дискуссию, как бы, об этом, ну, если бы, при желании, как бы, оставим для комментариев, за пределами уже этого ролика. Вот я, как бы, ну, традиционно многословно и, наверное, коряво попытался, вот, вам описать свое недовольство и, вот, какие-то доводы, может, не самые убедительные, высказать против этого, мирового успеха этого фильма.